дорогие друзья доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро зовут меня ольга и сегодня хочу представить вашему вниманию таро прогноз на октябрь месяц для знака зодиака овен уважаемые овны усаживайтесь поудобнее надеюсь что вам всем будет интересно гадание общая и для мужчин и для женщин так как она у нас объемная на 12 сфер гороскопа на 12 сфер вашей жизни понадобится вам немножечко времени для того чтобы этот расклад прослушать а потом для того чтобы его проанализировать так карта которая останется на дне колоды после выкладки всех ваших карт будет для вас как дополнительная подсказочка и совет на этот месяц на что вам нужно будет обратить основное внимание итак я выкладываю все 12 домов на стол какой дом за что отвечает я уже буду озвучивать в процессе для того чтобы было немножечко быстрее итак друзья начинаем и карта оставшаяся на дне колоды это дополнительный совет для вас и так все карты на столе и мы с вами начинаем чтение вашего расклада на этот месяц первая карта показывает вас самих на начало этого месяца ваш общий запас энергии ваши мысли ваши эмоции что вы несете в окружающий мир и что вы из себя представляете для вас выпала замечательная карта карта иерафанта или карта папы это старший аркан эта карта может говорить о том что многие из вас достигли в этой жизни уже определенного статуса в особенности если говорить о мужчинах даже если вы пока еще не в статусе в любом случае эта карта говорит о том что вы человек уважаемый другими людьми вы себя несете высоко и вы правильно делаете вы очень достойный человек по этой карте у многих из вас очень глубокий внутренний мир хорошие организаторские способности качество лидера независимо от того кто меня смотрит мужчины или женщины если говорить о женщинах овнах эта карта может показывать как и вас самих несмотря на то что это мужская карта эта карта может говорить о том что вас внутри есть мужской стержень у вас есть воля закон у вас есть характер вы любите по этой карте порядок и для многих эта карта может показывать важные дела в этом месте связанные с какими-то важными документальными вопросами вопросами которые могут проходить через казенные дома для кого-то эта карта может показывать момент связаны с обучением с учителями и не исключено что кто-то из вас и сам уже мог бы кому-то что-то по этой карте преподавать или по крайней мере делиться своим жизненным опытом опыта и мудрости по этой карте у вас хватает карта управленцев людей которые умеют организовывать не только свою жизнь но жизнь и других людей запаса сил у вас хватает оптимистичность бодрость вера не только в себя но и высшие силы неколебимая вера замечательная карта двигаемся дальше давайте посмотрим что ждет вас во втором доме второй дом показывает те деньги которые вы можете зарабатывать сами которые вы притягиваете в свое пространство также эта карта может показывать вашу недвижимость у кого она есть и здесь у вас выпал снова старший аркан два подряд старших аркана говорят о важности момента эта карта говорит о том что какие-то надежды планы которые вы планировали давно по карте звезды так как она уже в ваш дом выпала предполагает собой что какие-то ваши мечты и надежды долгожданные наконец-то сбываются и осуществляются эта карта говорит о том что вы очень талантливые люди вы всесторонние развитые многие очень хорошо образованы и по первой карте и по второй и возможно это помогает вам и зарабатывать и на и завязывать какие-то новые связи новые коммуникации новые знакомства эта карта говорит о том что у вас очень большой круг общения большая социальная жизнь много связей и контактов и это помогает вам зарабатывать и строить далеко идущие планы по этой карте у вас как будто бы далеко идущие проекты которые действительно в будущем и сейчас могут быть прибыльными возможно еще не все так радужно как вам бы хотелось но что-то хорошее по этой карте уже входит в вашу жизнь также эта карта может говорить о том что у кого-то имеется недвижимость это может быть что-то не одно это может быть либо несколько квартир может быть дом дача машина все что угодно карты показывают что недвижимость имеется что здесь вроде бы то что у вас есть приносит вам радость это что есть у вас сейчас дает вам мощную основу под ногами на всю вашу жизнь в будущем замечательная карта двигаемся дальше третий дом показывает ваши близкие коммуникации ваших близких друзей ваши близкие поездки и также по этой карте я смотрю ваш отдых здесь для вас выпала карта королевы мечей эта карта грид о том что ближайшее общение у вас все-таки по этой карте она как будто бы напряженная возможно вы в отношении кого-то в особенности если смотрят меня дамы овны пытаетесь быть очень строгой пытаетесь внести какой-то порядок ясность возможно по этой карте что кто-то к вам обращается за помощью разрешить какой-то вопрос по справедливости но возможно и вы сами нуждаетесь в том чтобы вам кто-то помог это может быть и обращение к людям и структур но все-таки здесь эта карта показывает больше ваш близкий круг и здесь все-таки в отношениях доминирует женщина если меня смотрят мужчины овны то большое влияние вот на круг ваших друзей на то как вы проводите свой досуг свой отдых имеет женщина это может быть женщина стихии воздуха близнецы весы или водолей по гороскопу но не обязательно это может быть такая женщина очень серьезно с непростой жизненной судьбой но которая имеет на вас большое влияние все что она делает она делает для вас с добрыми намерениями и здесь карты говорят что какие-то очень важные обсуждения вот в ближайшем окружении у вас происходит именно с дамой и возможно что кто-то вам действительно имеет близкое отношение из госдомов и здесь вы решаете совместно какие-то общие вопросы если говорить об отдыхе то здесь все-таки больше в этом месяце вы заняты делами чем отдыхом и то что касается и друзей и каких-то близких поездок напряжение есть напряжение есть но вы хотите чтобы во всем был порядок и вы этого порядка добиваетесь и в отношении своих коллег и родственников и того что касается поездок то есть во всем все должно быть правильно давайте посмотрим что происходит в вашем четвертом доме четвертый дом четвертая карта указывает на ваш собственный дом под крышей которого вы живете и тех людей с которыми вы взаимодействуете каждый день здесь для вас выпала замечательная карта девяточка пентапли эта карта говорит о том что какие-то деньги в доме есть возможно какие-то накопления карты говорят о какой-то радости о приобретении каких-то покупок для вас желанных те которые действительно приносят в дом радость и прежде всего вам самим в этом месте я вижу вот в доме моральное удовлетворение и эмоциональная карта говорит о том что финансы есть и это дает возможность делать то что вам нравится также эта карта может показывать некоторых и женщин как женщин которые находятся под опекой или обеспечением мужчины но также вы и сами можете быть самодостаточной личностью которая развивается которая умеет зарабатывать деньги и умеет правильно распоряжаться этими деньгами но праздник довольство какие-то возможно вы планируете обдумываете какие-то масштабные покупки в этом месяце такое тоже может быть ваши деньги позволяют вам и ухаживать за собой и смотреть уделять себе больше внимания и также эти деньги которые у вас имеются вы можете этим деньгами кому-то еще помочь при своем собственном желании давайте посмотрим что же все таки в вашем пятом доме этот он показывает ваши хобби ваши увлечения эта карта показывает встречи для тех кто ждет этих встреч какие-то новые знакомства то к чему тянется ваша душа и взаимодействие с детьми у кого дети есть и для вас выпадает третий старший аркан в колоде аркан смерть конечно аркан очень довольно таки тяжелый и грозный но эта карта всего лишь говорит о каких-то масштабных и глобальных трансформациях которые будут у вас происходить в этом месяце если говорить о каких-то ваших хобби и увлечения пока у вас как будто бы не получается чем-то заняться только потому что есть какие-то факторы из прошлого или люди которые не дают вам развиваться и эта карта говорит вам о том что как только вы освободитесь от старых связей от старых зависимостей от тех людей и обстоятельств которые тянут у вас вас назад у вас появятся возможности двигаться вперед и развиваться выходить на новый уровень но для вас это очень болезненно люди какие-то которым вы привязаны к сожалению вас тормозят а вам нужно что-то разрывать ваших отношениях для того чтобы двигаться дальше если говорить о новых знакомствах скорее всего здесь какая-то болезненная тема расставания для того чтобы в вашу жизнь вошло что-то новое вам нужно отпустить человека из прошлого если смотрят меня одиноки вот карта говорит о том что те кто одинок возможно вы кого-то еще держите в своем подсознании даже если вы до сих пор не общаетесь возможно вы имеете какое-то редкое общение какие-то редкие встречи и это тоже на вас влияет влияет на ваше будущее вы из-за прошлых отношений из-за той боли которая пережита в прошлых отношений вы как будто бы боитесь выстраивать свою новую личную жизнь и из-за этого никто не может войти в ваше личное пространство эта карта говорит о том что рвите старые связи обрывайте их насколько бы не было болезненно и только тогда вашу жизнь войдет новая любовь новое чувство и новые эмоции если говорить о ваших детях в особенности у тех у кого детки взрослые эта карта может показывать какие-то очень сложные отношения и также эта карта может показывать как будто бы на переходной возраст у ребенка когда идет ломка в сознании у вашего ребенка и все это болезненно и для вас и для него и поэтому у вас могут возникать конечно же какие-то разногласия из-за этого грозная карта но не смертельно переходим у вас 6 дом в этом доме я смотрю те повседневные заботы с которыми вы будете сталкиваться каждый день здоровье я рассматриваю восьмом доме друзья здесь по этой карте мы видим императрицу снова старший аркан обратите внимание это уже четвертый старший аркан очень много старших арканов это говорит о том что месяц для вас этот будет очень важный и насыщен очень какими-то важными для вас событиями которые будут влиять буквально на все ваше будущее императрица говорит о росте о развитии в особенности эта карта прекрасно и хороша для наших женщин овнов эта карта говорит о том что вы в расцвете своих сил своей энергии в своей женственности своей внутренней и внешней красоты как вы захотите чтобы ваша жизнь развивалась в будущем и в настоящем так и будет потому что все в данной ситуации зависит от вас в этом месяце все целиком и полностью зависит от ваших собственных решений и не стоит надеяться на кого-то надейтесь на себя и также если говорить о мужчинах овнах большое влияние на ваши повседневные заботы вашу жизнь будет иметь женщина которая в этой жизни для вас номер один по карте императрицы конечно же это может быть ваша супруга ваша любимая женщина для кого-то это мать для кого-то любовница но большое влияние женского лица в любом случае в повседневных заботах карты говорят о том что вы не будете сидеть на месте вы будете действительно от чего-то того что вам мешает отказываться вы будете двигаться вперед вы будете развиваться и преобразовывать свою жизнь в лучшую сторону все в ваших руках давайте посмотрим что происходит в вашем седьмом доме этот дом показывает на партнерство и ваши отношения в паре с вашим партнером и то что происходит во внешнем мире здесь для вас выпала замечательная карта троечка пентаклей эта карта говорит о том что вас очень признают и ценят другие люди которые наблюдают за вами со стороны вольно или невольно видят ваше упорство в работе видят вашу усидчивость видят ваши таланты которые вы проявляете и в общении и в работе в том в любом деле каким бы вы не занимались вы пытаетесь все делать так чтобы в конечном итоге получалось совершенство и эта карта говорит о том что у вас появятся в этом месяце дополнительные какие-то возможности какие-то новые предложения связаны может быть с рабочими какими-то новыми проектами новыми людьми для кого-то эта карта может показывать отображать ученика и учителей если вы чему-то учитесь но даже если вы уже человек в зрелом возрасте эта карта говорит о том что вы не устаете учиться в каком бы возрасте вы не находились и вы как губка накапливаете и накапливаете все новые знания оттачивайте и оттачивайте свое мастерство и эта карта позволяет вам двигаться дальше и расти замечательно обратите внимание рядом две троечки конечно две троечки говорят о каких-то волнениях о каких-то переживаниях но тем не менее движение и рост вперед однозначно есть если говорить о ваших отношениях в паре то скорее всего все-таки доминантой в этих отношениях являетесь именно вы независимо от того кто не смотрит мужчины овны или женщины все-таки вы главенствуете но все-таки если говорить о женщинах большое влияние на вашу жизнь может оказывать и ваш супруг возможно он у вас тоже уже какой-то статусный сильный волевой человек глубоко упорядоченный возможно не настолько проявляющий свои чувства насколько бы вам хотелось я имею ввиду дела сердечные но ваш человек возможно просто имеет такое старое воспитание человек старой закалки который не проявляет свои чувства открыто но они есть его сердце есть его душе этот человек проявляет свою любовь не словами а поступками и я вижу что ваш супруг ваша вторая половиночка если смотрит меня женщины делают все для того чтобы в вашей паре был рост развития для того чтобы накапливались финансы и развивалась ваше совместное будущее замечательная карта обе замечательные карты и эти карты говорят о том что между вами есть взаимность возможно между вами есть еще какие-то родственники но я вижу здесь уважение я вижу здесь какие-то положительные разговоры вас очень уважает даже то окружение которая с вами близко взаимодействует если говорить о рабочих каких-то делах то возможно здесь повторюсь будет оформление каких-то документов важных договоров подписаний это могут быть и устные договора может быть для многих из вас по этим картам официальная работа при гос органах при казенных домах может быть соц пакетом работа которая дает вам надежное руководство и стабильный заработок тоже неплохо и очень даже замечательно карты говорят о том что вы идете вперед и развиваетесь многих может ждать как повышение по службе или в любом случае движения вперед давайте посмотрим что ждет вас в восьмом доме этот дом возможного риска форс-мажора если говорить о здоровье здоровья тоже я рассматриваю в этом доме здесь для вас выпало колесо фортуны старший аркан но к сожалению уважаемые овны колесо фортуны развернулась карта выпала в перевернутом значении эта карта говорит о том что вы совершаете какие-то ошибки либо вы вовремя не использовали в прошлом какие-то шансы которые давала вам судьба из-за этого теперь вы терпите можете терпеть какие-то потери может быть у вас в гос домах может быть есть какие-то кредиты долги и задолженности либо какие-то документальные вопросы которые до конца не решены и это только потому что вы где-то в прошлом сами допустили ошибку и сейчас карты показывают вот как будто бы движение идет назад да не прогресс по этой карте а регресс вот к сожалению если говорить о чем-то масштабном тут вам нужно что-то исправлять если говорить о здоровье тоже все таки несмотря на то что у вас есть общий запас энергии по карте колесо фортуны перевернутом виде эта карта может говорить о том что здоровье может резко ухудшаться при том совершенно для вас неожиданно то есть как нестабильное здоровье да то хорошо то плохо то хорошо то плохо то есть эта карта говорит о том что будьте внимательны в отношении своего здоровья берегите себя и своего здоровья наше тело это храм нашей души и свое тело нужно беречь любить и лелеять поэтому берегите себя Если кому-то нужны проходить какие-то обследования, проходите. Эта карта может говорить о том, что вы как будто бы не придаёте значения, либо какой-то хвори, какой-то болезни, а надо было бы, потому что это может иметь серьёзные последствия в будущем. Берегите себя и займитесь бумагами. Если в особенности, если говорить в работе, может быть, у кого-то есть старые дела, проекты, что-то здесь есть незавершённое, то, что нужно приводить в порядок. Возможно, для кого-то это рабочие шансы, которые вы не использовали раньше, и это тоже может отражаться на настоящее. Что-то нужно поправлять, приводить в порядок. Давайте посмотрим, что ждёт вас в девятом доме. Это дом далёких поездок, поездок за границу. Это карта духовного развития вообще учеников и учителей, и также взаимодействия с иностранными коллегами. Здесь для вас выпала карта «Девяточка мечей». Эта карта говорит, к сожалению, о подавленном состоянии. К сожалению, пока не получается куда-то поехать далеко за границу, и также близкие поездки, даже которые у вас в этом месяце будут. Вот всё как будто бы на нервах, на нервах весь этот месяц. Но, тем не менее, много и положительных моментов, поэтому не унывайте. Ваши общие карты вас самих и карты ваших повседневных забот просто великолепны, и они говорят о том, что у вас есть запас энергии справиться с любыми трудностями, которые не возникли бы на вашем пути в этом месяце. Эта карта говорит о том, что вы слишком себя по поводу чего-то накручиваете, буквально убиваетесь. По этой карте у кого-то что-то может не получаться с обучением, у кого-то что-то может не получаться с иностранными коллегами, что-то не приносит вам прибыль, с кем-то вы не можете договориться. Возможно, эту ситуацию пока нужно либо пустить на самотёк, либо не пытаться её перепрыгнуть. Что-то должно пройти, что-то вы должны прожить, что-то вы должны переосмыслить, и тогда в вашей жизни появятся новые шансы и возможности. Давайте посмотрим карту под номером 10, 10-й дом. Она показывает то, чего вы добились в октябре месяце, ваше взаимодействие с юстициями, с органами властей. И посмотрите, пятёрочка Пентакли говорит о том, о чём я вам говорила. То, что было в 8-м доме. У многих и здесь, то, что касается казённых домов, есть какие-то невыплаты, есть финансовые затруднения, как, может быть, старые какие-то долговые ямы или же какие-то нерешённые денежные вопросы. Это, может быть, какие-то долги, либо кто-то вам должен, либо вы кому-то. Такое тоже может быть. То, что вызывает у вас, к сожалению, болезненность, и, возможно, где-то у вас как будто бы будут опускаться руки. Но, уважаемые овны, я по картам, которые вижу, карты я всегда читаю в совокупности, я не читаю карты по отдельности, я вижу, что помощь к вам идёт. Во-первых, если вы сами будете брать инициативу в свои руки, во-вторых, к вам идёт помощь со стороны лица, может быть, при должности мужчины, может быть, при погонах, может быть, просто статусной. Для кого-то это может быть отец, старший брат или муж, который всё-таки попытается решить вашу сложную проблему. И на этого человека вы можете рассчитывать, несмотря на то, что выпала вот такая довольно-таки угрюмая карта. Не стоит отчаиваться, не стоит переживать, так как вы видели, что всё-таки рост и развитие в этом месяце у вас есть. Возможно, пока вы работаете на какую-то перспективу на будущее, но, тем не менее, она у вас есть. Давайте посмотрим, что происходит в вашем 11 доме. Это дом ваших близких друзей и также тех денег, которые вы можете зарабатывать от своей работы. И вторая половина месяца, конечно, немножечко хуже у вас, чем первая. Я вижу здесь какое-то очень большое эмоциональное напряжение. В этой карте это может касаться вашего взаимодействия с вашими близкими друзьями. То есть здесь как будто бы маски, игра масок, актёрство. Не договариваете друг к другу что-то. Вы и вам тоже чего-то не договаривают. Эта карта говорит о том, что вы как будто бы в броне. Вы полностью закрываетесь от каких-то друзей. Вы как будто бы сознательно кого-то от себя отстраняете, не хотите общаться. Вы абстрагируетесь и действуете, я бы сказала, довольно-таки где-то даже агрессивно и готовы в любой момент начать или развязать войну против кого-то, как только вы почувствуете, что в вашу сторону идёт опасность. Напряжённые отношения. И я вижу, что именно если говорить о ваших близких, друзьях, как будто бы у вас здесь не получаются. У вас какие-то старые проблемы, старые обиды на ваших друзей. И вы как будто бы всех от себя пока-пока отстраняете. Давайте посмотрим, что происходит в вашем 12 доме. И здесь для вас выпала карта мага. Эта карта говорит о том, что многие из вас боятся того, что как будто бы кто-то пытается по этой карте манипулировать. Вы боитесь каких-то очень больших манипуляций в вашей жизни, которые могли бы нести серьёзные разрушительные последствия для вас и для вашего будущего. Для многих это что-то то, что связано с прошлым. Это какое-то очень болезненное прошлое. И кто-то как будто бы из прошлого до сих пор пытается вами управлять, влиять где-то на ваше сознание. И вы можете быть чернее тучи из-за того, что есть такие люди. И по картам в общем я вижу, что у вас есть и родственники какие-то, с которыми вы хотели бы разорвать отношения. Может быть у кого-то с родственниками спорный вопрос, который касается какой-то делёжки имущества, либо выяснения отношений. Какие-то скандалы и недопонимания в прошлом есть, к сожалению, друзья. Но я вижу всё-таки, что если вы будете действовать в этом месяце благоразумно, если вы будете действовать по мудрости, по чести, по достоинству, вы из любой ситуации выйдете с высоко поднятой головой. Давайте посмотрим карту совета для вас, которая выпала на Дне колоды. И здесь для вас выпала карта семёрочки Пентакли. Эта карта говорит о том, что всё-таки большое основное внимание в этом месяце многим из вас нужно уделить своим финансам, своей работе, своему заработку. Эта карта говорит о том, что как будто бы есть всё-таки нехватка денег. Вы как будто бы не совсем довольны тем результатом, который получаете от своей работы. Скорее всего, это ближе ко второй половине месяца, потому что первое у вас довольно-таки успешное. Здесь есть какие-то лёгкие нотки разочарования то ли от работы, то ли от общения с коллегами в работе. Что-то вас разочаровывает, и вы как будто бы начинаете подумывать о каких-то новых планах, новых проектах, связанных с работой. И это правильно, друзья, у вас есть такие возможности, потому что предложения по карте троечка Пентакли к вам поступать будут, предложения какие-то неплохие, которые вам стоило бы рассмотреть. У многих в работе здесь могут быть как серьёзные какие-то трансформации, либо какие-то серьёзные перемещения здесь идут. Либо вы меняете офис, либо вы, может быть, в корне вообще захотите поменять работу. Может быть, здесь у кого-то сложные какие-то манипуляции с недвижимостью. Тоже будьте внимательны и осторожны. Если говорить о каких-то сложных сделках купли-продажи, всё-таки в этом месяце я бы не стала рисковать по тем картам, которые я вижу. Пока имейте то, что имеете, перенесите какие-то серьёзные покупки и серьёзные траты всё-таки на следующий месяц, потому что по тем картам, которые я вижу, вы можете немножечко потерять в деньгах, потерять в своём интересе, а это вам совершенно не нужно. И эта карта может это подтверждать, что как будто бы вот недовольство из-за финансов. Вот таким был для вас расклад, уважаемые овны. На этот месяц я всем желаю удачи. Как видите, очень много старших арканов выпало для вас. Небывалое количество. Давайте их всех возьмём для того, чтобы получить дополнительную информацию. И как видите, 6 старших арканов. А в вашем раскладе участвовало всего 12 карт. 6 старших арканов говорят о том, что события этого месяца будут для вас очень важными, очень масштабными, очень какими-то решающими. Карты показывают, что у вас есть мощная основа и поддержка в лице какого-то мужчины. Если вы сами таковым являетесь, это хорошо. У вас есть защита, может быть, со стороны органов властей, структур. Но здесь как будто бы что-то в конечном итоге может пойти не так. Если у вас какое-то важное дело или важный проект, почему я говорю перенести? Потому что что-то по карте смерть может пойти не так. Какие-то очень серьёзные, глобальные у вас по этой карте идут реконструкции в этом месяце. И всё-таки изменения масштабные. Но карты говорят о том, что появляется либо какая-то дама. Если смотрят меня женщины, вы сможете ситуацию стабилизировать каким-то образом сами. Но всё-таки появляются какие-то шансы, которые либо вы неправильно используете по перевёрнутому колесу фортуны. Из-за того, что может кто-то в конечном итоге повлиять на какой-то ваш выбор. Потому что рядом карта мага. И поэтому эта карта призывает вас к тому, что вы должны быть очень и очень внимательны в этом месяце. Вы должны сами быть как маг. Вы должны быть сами как опытный манипулятор. Не закрываться в себе. Пытаться всё время думать и анализировать ту проблему, которая у вас есть. И только тогда вы найдёте правильный выход. К сожалению, в этом месяце слишком много помех и препятствий. Но, несмотря на всё это, у вас есть и развитие. Помните об этом. Всем удачи, всем счастья, всем здоровья. Я не прощаюсь с вами. Подписывайтесь на мой канал, кто ещё не успел подписаться, друзья. А сегодня всем до свидания. Субтитры подогнал «Симон»